Песня 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 Толкование Некоторые говорят, что Иуда не причастился к святым таймам, но вышел прежде, нежели Господь преподал святым таймам. Напротив, другие утверждают, что Господь и сегодня благодарного приобщил своей святыне. Благословив, то есть благодарив, Господь преломил хлеб. Так делаем и мы, произнося молитвы. Тие говорит, что вы теперь приемлете, есть тело мое, ибо хлеб есть не образ тела Господня, но самое тело Христово, которое хлеб прилагается. Иоанна 6, 51. Не сказал образ моей плоти, но плоть моя есть. И еще, если не будете есть в плоти Сына Человеческого. Но как это? Может быть, скажет кто-нибудь, ведь плоти тут не видно. Это ради нашей немощи человек. Так как хлеб и вино суть обыкновенные для нас вещи. А видеть предложенную нам плоть и кровь было бы нестерпимо для нас. И мы бы отвратились от них. Той человеколюбец Бог по снисхождению к нам сохраняет вид хлеба и вина. Но они прилагаются в силу плоти и крови. Кровь свою назвал кровью Нового Завета, в отличие от Ветхого Завета. Ибо и в Ветхий Завет имел кровь, в которой окроплялись и народ, и книги закона. Не буду, он говорит далее, пить от вина сего до воскресения. Царством называют здесь воскресение. Так как по воскресении из мертвых он воцарился над смертью. После же воскресения он опять ел и пил с учениками своими. Уверяя их таким образом, что он не тот самый, который пострадал. Но пил уже новое вино. То есть пил новым некоторым и необыкновенным образом. Ибо имел плоть уже не страдательную и нуждающуюся в пище. А не пленную и бессмертную. А можно понимать это и так. В виноградной лоза есть сам Господь. Плод лозный, суть тайны и ведения сокровенные. Которое рождает он. Уча человека ведению. Таким образом, во Царстве Божьем, Христос будет пить с учениками своими тайны и премудрость. Научая нас новым истинам. И открывая то, что ныне сокрыто. Все толкование. Принимите активное участие. Какие-то вопросы. А как Вы сказали плод? Плодный. Кто может, что виноградный? Смотрите внимательно. Да. Если в Верхом Завете, как здесь сказано, что Господь применял кровь в животных для окропления, а почему именно в новом плод донатуры? Неужели крови недостаточно? В какую часть они имеют плод? Почему плод и кровь? Не одна кровь, не одна плод, а именно плод и кровь. Вопрос один. Это, видимо, один из самых сложных, самых спорных вопросов, самых разделяющих. И к нему просто так отнесли. Просчитали. Толкования не было. Теперь толкование. Вот сказали. Мы с Витей сели сюда. А кто нас сажал-то? И самозванцы. Нас никто не сажал. Нас и считайте в сторону стола руководящих. Сейчас Майдан у нас сбросили, в основном. Я сейчас сразу иду спорить не буду. Сядут на скамейку. А как определить там? Кто? Кто может переломить? И когда оно присуществляется? И слово присуществление пришло спустя столетия. Это вопрос сколько-то тут просто ответить. Ну? А сколько здесь? Даже взрослых. Вот возьмем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Двадцать, тринадцать, шесть, 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 восемь. Двадцать человек. На двадцать тысяч человек может быть одно мнение? В одну сяду еще не входит. Только все в том, в деревьях, три. А их на земле-то около двадцати одной тысячи. Это один из самых разделяющих, не объединяющих моментов. И к нему отнестись просто так, это не определить, кто лжец. Ерес, ты или тих, переходи к нам. Всего староавляческая проповедь на триста лет. Другой нету. Ни одного миссионера нет за триста лет. А чтоб все уперлось в это. У тебя дочь Катерина верующая? Ну, кто-то есть. Ну, если ты так говоришь, ну, что-то мне и есть. Она как бы так-то. А зять верующая? Понятно? Их нету ни в церкви нету, ни на занятиях. Но они причащаются, все. И с них Бог ничего больше не спросит. Раз она в десять лет придет, и все огромное причастит. Понимаешь, сколько в этом сокрыто? Христа люди не знают, а не знают причастия. В христианстве что самое ценное? Христос. Христос. А реально Христос сегодня только в причастии, согласно этому учению. Ну, которые еще придумали мы в Папе, реально обретаем Христа. В Папе, вон, на местниках. А у нас только в причастии. Вот посмотри, сколько. Ну, как определить, кто может? Саша, Буха, приезжают, твою жену причащают там. Ну, не сейчас там, приезжал год назад. Он имеет право это делать или нет? Конечно, нет. Это ты так думаешь, а она так не думает. Она целует то, что причащает. И дети, может, даже причащались. Когда его даже на территорию, деревню пускать нельзя. А таких-то сколько? Ты думаешь, два или три? В протестантизме сегодня уже насчитывается более трехсот миллионов. Миллионов! Которые понимают, нет, так, как вы понимали. И самый тайный-то обман где? Понимаешь, столько вопросов, которые сегодня, не иди дальше. А надо ответить. Ты вчера бурю ждал? Нет. Не ждал. Но у тебя ничего не повредилось? Нет. Самый крепко врос в землю. Его туда не выковырнуть. Никакой бури. Винеклионы спасли. Сново девяносто. И вот буря эта грядет на всю вселенную. И она будет не такая. Зацепит всех, написано. Как сеть. Заброшенный, подтянуток берегу будет. Сеть. И никуда рыбешка не выскочит. И вот начни теперь отсюда рассмотреть. Что тут самое главное? Слово присуществлениях Иисус не говорил. Что под видом вина кровь не говорил. Что под видом хлеба тело его не говорил. Этих нет слов? Вообще нету. Ну как? Чашу дал. И чаша пошла по кругу. Петерила. Анатолий Кузьмич. Отец Людмилы Анатольевны. И он говорит. У нас так, как по Евангелию. Мы хлеб отдельно даем. А вы все спешали вместе ешь ложечки. Да еще ложечку-то назвали не ложечкой, а лжица. Само слово-то вы что-то лжете. Я должен отвечать ему что-то. Или закрыть лицо и в прахе плакать. А он баптист. Он всю жизнь в это верен. Добрый человек. Он последнее пожертвует. Я его знаю больше 30 лет. Он искренний. Не лжец. Не вор. Лжица-то по-славянски лжица. Ну да. Ну так вот о чем говорить. Ну хорошо. Которая сорочка на человеке сращится. Ладно? Или это лицо-то убрать. Лжица. Мы со лжицы-то с причастием. А они разносят до беспричастия. Он говорит конкретно, ссылается в Писание. Господь крошил хлеб туда. Я говорю нет. А зачем вы это делаете? Христос совершил как? Опресники были. Ну не опресночные были. Написано. А у вас просное. У вас ничего не исполняется. Я ему должен отвечать это или плакать в окатанную сторону. Мы на каждом месте говорим не Антон Таус. Это для нас первый толкователь. А вот это вместе. Подавать. И ложечкой. Это он придумал. Придумал или откровение получил. Какое угодно слово. Ввел. Злотаус? Да. Это он впервые сделал. Потому что какая-то ведьма зашла. Видея причастие вынесло. И дальше начала волхвовать. Чтобы предупредить то. Ввели вот это. А теперь во рту как угодно выносят. И крест переворачивает. И шабаш ведьм. И причастие выносят. Это не остановило их? Ради того, чтобы остановить что-то. Разве можно было вводить то, что противоречит священному писанию? Вот вам вообрази сейчас. Вот здесь между Надеждой Васильевной и Людмилой Анатольевной сидит Анатолий Кузьмич. Он скажет. Да, я так говорил. Знаешь, да? Знаешь. Я не прибавляю ни слова. Он сидит как оппонент. Притом не шарлатан. Истинно верующий. Истинно. На сто процентов. Его нельзя обвинить ни в воровстве, ни в подлоге, ни в плохой работе. Нигде он передовик везде. Писание знает диаконал поставленный у баптистов. Баптист. Зарегистрированный который. Я к нему отнестись к тому, что как к Сашу, к его взятию, я не могу. Потому что то совсем другое. То бесчестный, коварный, лживый. Ну все, что только можно, все собрал в себя тот человек. Они разные. Но понимают одинаково. И в учении баптистов нет того, что взял хлеб, а подал плоть. Хлеб остался хлебом. Это воспоминание вечере Господней. Вино осталось вином. Они говорят так по всему миру. Речь идет о сотнях миллионов. Потому что еще и другие еретики так понимают. Мы должны этот вопрос понять. Первое, кто это имеет право делать? Или любой? Ну нет, священника нету. Верующих нету. Крещению может преподать любой мирянина, любая бабка. Лишь бы произнесла слова. Во имя Отца. Аминь. Сына Аминь. Духа Святого Аминь. Любая, когда нет священства. А здесь, когда нет священства, можем совершить или нет? Нет. Как доказать, что нет? Он говорит, я избран Богом. Меня Бог избрал. Меня открыл. Я это знаю. Я это верю. Я преломляю и даю. Примите, идите. И он Галю его причащал. Так нет. Ну, наверное. Ну, ничего себе. Наверное. Ну, я тоже краем уха слышал, а детали потом... Ну, не она. Ну, остальные 300 миллионов. Кроме Галю. Притом, она... Жена-то у него. Рукодельница. Тут все в огороде у нее есть. Она замечательная женщина. В этих вопросах. Семь родопетишек наградила его. А в этом вопросе, однажды обиженная здесь, как ей показалось, она все спихнула. Люди от православия отвернула. Молиться не надо. Посты не надо. Все. Ничего не надо. Два недели порушила. И Бог это все обнаружил. Я говорю не о ней, а говорю о сотнях миллионов. Что мы можем им сказать? И как проверить себя? Почему Катя не ходит ни на занятия, ни в церковь? Ты знаешь? Нет. Я сейчас ее звал. Она нет. И она сидит дома. Она что, лучше... Вот утром мы молились, приходили. Она не молилась. Это лучшее состояние, что она лежала, спала или там ходила по огороду? Конечно нет. Они молились. А что ее убедило в том, что это делать нельзя? Ходить их на занятия? Ее нету. Она твердая. Ну, про занятия я не знаю. А про богослужения, ну, такая видя у них. Чушь. Ты слышал такое? Когда били их, апостол, наказали. Строго-настрого не делать. Я говорю, так кого больше слушать? Бога или человека? Это я знаю. Бога или человека? Где они находятся, старообретшиеся, я знаю. Я оттуда. Я знаю. Там больше ничего нет. Никуда не ходи. Я это тоже прекрасно понимаю. А как это убедить? Если они не вещи, мы взяли там. Найди в себе ответ от Бога. Когда ты пройдешь эту мясорубку, тогда ты поймешь, что такое кровь. Я там был у них. А они доказать еще не могут. Вот они меня поставили в упрек. Я увел всю старообретческую молодежь к бахтистам. Надежда Васильевна, а сколько было их там в то время, старообретцев, молодежи? А это три человека, наверное? Да нет. Достаточно много. Ну сколько много? Назови по порядку. Перечисляй. Ты? Около 20 человек. Перечислить, попасть на сколько? Не знаю. Тогда лучше помолчать. У вас всего трое было. Я тебя выберу. Никого не было. И как бы всю молодежь я убрал, когда никого нигде нету. И по сегодняшнему покаяние-то они не принесли. Все, сразу меня отключают. Я увел всю старообретческую молодежь. А Андрюшин, это не молодежь. Он женат, недолгов-то. А он тайно пошел за мной. Я правда уже пошел к бахтистам. И он пришел, где-то сзади сел. И слышал, как я полемизировал с ними. Олег Синяев, вы говорите, непревзойденный полемизатор обо мне. Он участвовал. И он горнулся и говорит, что вы говорите. Вы знаете, он как бахтистов убеждал в их неправоте. И ты туда пойдешь. Александр Иванович Устинов. Герой веры. В подлинном смысле мученик. Был исповедником, хотя его не мучили. И они говорят, и тебе туда же дорога. Он говорит, слишком много вы хотите. Из-за меня. И как они с ними расправятся? От причастия отучить. Сегодня игр много. Компьютер. Но самая страшная игра. Игра в храме. Игра в алтаре. Игра в поповское. Игра к причастиям. Не дам причастия. Катя сидит дома. И она не придет сюда. Я больше ничего не надо. А так она пришла. Рот раскрыла. Зафиксировала. Проглотила. Все. И опять она 10 лет не ходит. И Саша такой же. Он другим не был. Но тут он тверд. Тверд в чем? Потому что ничего у него больше нечего сказать. А если бы он твердо стоял. В вере-то. Показал бы. А вот смотри. Старо Брящевство. Из Литерана пришла. Я говорил. Ну смотри. Католичка стала православной. Как протопопа вакуума. У него такие люди были. Почему протопопа вакуума не отвечали за них? Вопрос на вопрос идет. Самым правильным путем пошли старообрядцы. Там сколько-то 180 лет. Священство то не признали. Его нет. Я этот вопрос не беру. Но его нету. И они по всему миру послали послов. Павла или монахи. И они искали. Где можно найти того, который согласно их требованиям. Но дальше его они не пошли. Нашли Амросия. И дальше они не сдвинулись ни шага. Они. Я понимаю почему. Боялись. А Амросия крещен правильно было или нет? Почему вы не пишете? А который крестил Амросия. От которого старообрядка началась. Тот-то как был крещеный. Это тоже все туман. И тогда решили. Это не имеет никакого значения. Он был признан. Мы его берем от той церкви. А всю церковь просто эту вырезаем и говорим. Она еретическая. Тут даже безумным нельзя назвать. Это хуже баптистов. То есть ты меня накорми. Ты меня напоишь. А я скажу тебя не было. Или отрежу голову. Ну грубо выражается. Это вот что произошло. Уж кого кого в греческую церковь. Арамляцам никак нельзя зазирать. Никак. Потому что это родина. Они тогда получили Амросию. Правда он был на покое. Сначала его называли австрийцы. В Астрии его привезли. Но он законный был. Да, законный. Он не был запрещенный. А дальше он руководит. Двоих первое муршение. Первое апостольское правило. В епископы на руках полагают. Два или три епископа. Ну бывало. Бывало это самое начало. Это начало называли новой ветви. Так назовем старобрящество. Это знали правила? Знали. Почему пошли на это? Почему второго епископа не нашли? Правила в оба. А теперь мы другие будем спрашивать. У тебя морального права нет. Кто знает историю? А так говоришь? Да, да. Ну так. Именно так. Они не отрицают этого. А давайте что? А мы старые. А с какого времени вы старые? От князя Владимира. За 900 лет прошло. За 900 лет и наворочено сколько было? Почему вы не посмотрели, как апостолы были? Так крестились двумя. А Златоун говорит, одним перстом крестились. Почему вы это не взяли? И вопросов бы не было. Ян Златоун, за кто пишет Мельников? Федор Ефимович. Это у них главный историк и идеолог староблячества. Но это действительно так. Златоун говорит, изображаем на себе перстом, не перстами. Почему вы старобляться не беретесь за это? Или меня это не касается? Или это реформа назовут? Если уже брать, то до конца. Не Златоуста только брать. А какнуть еще дальше? И упереться в апостол. Веру во Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Вы же считаете лицемеры. Апостольского как огня боитесь. Ты посмотри, в апостольских временах как молились. Одна из молитвов, когда просто молились. Другая Жития говорит, они поднимали руки всех Жития Святой Агапии. В другом месте написано, и крестообразно распростершись на земле в подобающей лице. Вот так вот ложились. Это Жития Святых. А вниз, животом? А? Животом вниз? Конечно. Животом вниз, свитом. И молились. И притом это не отрожит ее. И это не отрицает никто. Нам не надо компромиссы искать. Нужно хотя бы однажды до конца раскрутить это все. И сказать, вот это, ну не столь важно. Вот это неправильно у нас, но не влияет на спасение. Ну то есть, хотя бы совесть успокоит. Или уступил, никуда не ходил, я все до конца. Но когда крышка, гробовая, хлопнула, покаяния нет. А мы молиться будем, не обманывая себя. Всем нам надлежит предстать преступилище Христова, чтобы получить соответственно тому, что ты делал в жизни, доброй или трудой. Соответственно. А не соответственно тому, что за тебя сделали. 2 Коринфянам 5 глава 10 стих. Нам надо это знать? Соответственно. И тогда все вот эти заупокоенные, лживые подарки исчезли бы. Хотя заупокоенные надо, и мы молимся, и я каждый день молюсь. Но не полагать в них основания. А почему? Не теряется чувство любви. Наши умершие, возле стихи, живопедель подряд всех отпевают. Я буду говорить о тех, которые знают. Александр Иванович, а знаешь, ты ему кто относишься? Внук. Родной внук. И у диакона, сын, что-то затачивался и задавился. Пошел и повесился. Старопряченский-то. Ну и, естественно, диакон тут раздает, молитесь. И материю принес Александру Ивановичу. Помолись. И материю вот так положил на плечо. Тогда материя стоила. Он говорит, а он у тебя верующий был. Ну как верующий? Причащался. Ну верующий ли был? Это мы с ним беседуем. Александр Иванович снял вот так, его на шею повесил. Он говорит, ты не молись. Это твое счастье. Александр Иванович, сына родного. Он в спецвойсках был, в десантниках. Во время драки бандит зарезал. И он говорит, я помолился на молитву. Александр Иванович, повторяю, у меня записи все это было. Но очень и очень ненадежно. Я детям сказал, молись, а больше кто так повидит, никогда не буду. Я молюсь, говорит, такая тягость, такая неправда в этом. Я не могу сказать, ты для Бога был, Миша. Я пришел, говорит, на кладбище. Миша, Миша, куда ты лез? А был бы ты со мной в храбе сегодня? Володя, ты знаешь, честность твоего отца. Он был бескомпромиссный в этом вопросе. Это все игра. Я частично взял. А теперь возвращаемся к этому. Кто может это сотворить? Кто? Для меня на один выход. Я выношел согласно святых отцов в Писание. Те, которые имеют непрерывную хиротонию, то есть рукоположение от апостольских времен. Законно. До Каварин тоже отошел. И церковь признавала даже от него предотвратное крещение. Что удивительно. Особенно строго стоял на этом Киприан Карфагенский, Василий Великий. Но когда решение церкви было принято, даже антиритиков, которые имеют рукоположение, ну они там допускали, а христили две воли, вместо двух воли одна воля, монофизиты, монофилиты, признавать. Признавать крещение. Таинство признавать. Василий Великий говорит, ну не согласен я, говорит, но ради единства церкви я соглашаюсь. А они шли на многое. Вот отражалось ему до боли сердечной. Ну Василий Великий, кто его не знает. Киприан Карфагенский. Это мученик. Василий хоть не мученик, но великий. Рукоположение. А теперь я дальше, я исследовал десятки лет. И нашел, что рукоположение сохранилось. В первую очередь в католике. Старый, но в католике. Тоже старый. Старый католик из Бородары. Но в православии. Новые обрядцы, старые обрядцы. А в православии это финляндская, финская церковь, фольская. В разных регионах. Это автокефальная. Автокефальная, то есть независимая друг от друга. Но у патриарха, я не знаю, два или у румынских, кажется, или все остальные митрополитами. Как у старых обрядцев кормили. А вы его признаете на 100%. Дальше. Григориан и армяне отделились в четвертом веке. Пять столетий отделяет нас от армян. Пять столетий. Я видел, как они крестят. Чаша. Ладонью человек вот так опускает вниз. Руки вынул. Это крещение. А он мокрыми руками тебя обтер и все. С этим мы никогда не можем согласиться. Слово крещение означает погружение. Но рукоположение сохранилось. А они у нас визиты. Я беседую с их священниками. Священникам. Он говорит, нет. Наши давно отказались от этого заблуждения. Мы так верим, как мы. Меня зачем поставить на другом. Мы встречались неоднократно. Я был в Армении. В Ереван городу, в столице. А они очень верующие. Значит, католики, православные, григорианы, румяне, копты. Сирии. В Сирии война идет. Все. Ну, там называют такие поплощенные, отошедшие. Все. Больше нигде нету. Рукоположение везде потеряно. Вот пять сильных, у которых совершается таинство. Ну, а почему ты не католик? Потому что заблуждение там больше, чем православие. Одно то, что папа брит, я никогда не соглашусь. А то, что разрешено им быть масонами официально, я не могу на это пойти. И то, что они подают обладки, а у них так, в виде таблетки белые, он виной обмакивает и дает прищищаться. Да кого вылетать-то? Мне это не подходит. Мне не подходит это. Внутренне я не соглашаюсь. Ну, нет церкви здесь. Я прищищусь в румынской церкви православной. А если никакой не будет, там видно будет. Совершенно никак. И меня на каждый ведут прищищиться у католиков. У Григоря на армян. Но я не прищищался и не собираюсь. Но не отрицаю нигде. Дальше за этим нету. Когда мы говорили об этом, баптисты говорили, да как, да у нас же епископ. Я говорю, какой? Мартинин Бютер, я говорю, и когда он стал епископом? Биографию открой. Он не был епископом. Он был простой монах. Ученый монах. Очень ревностный. Вот эти 95 тезисов там, в Виттенберге, где он приклеил-то, против индульгенции всего. Там почти все правильно. И сегодня католики говорят, надо было прислушать, но надо по-другому было. Но эти, которые отошли в Виттенберге до сегодня, гомосексуализм и прочее, проще речать мужика на мужике, это о них пошло. Беседуем с их руководителем, с Виттенбергом-то. И они соглашаются. У нас все разрушено. А причины, священства нет. Но они признают два таинства. Главное, нету, а признают крещение, причащение Виттенберге. Вот сколько всего, а мы можем признать, не можем. А где-нибудь есть такое стомнительное, ну прям соединиться. Англиканская церковь. Перед революцией, ну буквально в днях исчислялось. Собор начался, 17-17 года, могли соединиться наши православные с Англиканской церковью. Они доказали, что епископ католически переходил. Документально. Это я считал. Ну, просто к месту, не к месту сказать, что сегодня нас это не тревожит. Православных хватает. И вот вопросы, на которые надо отвечать. Ну, а ты так делал, ребята. Меня отлучали. Стоянные отлучали. Но для меня это не было главное. А как? На лжи. Увел всех в аптиску. Всю молодежь. И что вот я заметил, когда люди лгут, ну, казалось бы, он солгал, ему хорошо, он возвысился. Простая моя биография. И на ней Бог показал им. Я просто после как расскажу сейчас и спрошу у старобрястов, у митрополита Корнили. Скажите, такой случай еще был, как со мной. Он должен, и следовательно сказать, никогда этого не было подобного. И я приезжаю к Долгову. Там был отец Павел Морозов, который, наверное, сильно прекрасно сдал. Он с Машей ездил. Павел наш сдал. Они ездили. Вот, мы не видим, там говорили о христе. Я поклонился отцу Крофиму, который нас встречал. Благословил очень, он говорит. Старший меня, он из Витлера. Я ему многие. А я тебя не знаю. То есть этот, перед старшим, не может благословить. А этот, я тебя не знаю. Я говорю, дед Старфимов, так вы скажите, он очень. Ну, я же вчера у вас защищался. А его уже, кажется, накапали. И он теперь начинает меня так загрызать. А ничего нет. Я увел бакистов. Бакистов боятся. Ну, увел, ну, хотя бы того надо показать. Ну, вы знаете, был такой япончик. Прозвище одного преступника. Как его фамилия? Ну-ка. Ну, припомните пока. Его здесь судили. Мне кажется, убийство. И ничего не могли доказать. И выпустили. И мы все равно ехали в мире. Не доказали. Убийство были. Но в этот день его там не было. И он сумел алиби представить людей. Суд должен судить по правде. Необык. Я говорю, что даже с преступником. Я ему кланясь. Он не благословляет. Я выезжаю. Но я говорю, разрешите. Я вам мое исповедание веры дам. Во что я верую? И там сидели старые апреляции. И они успели записать. И во что я верую? И стали распространять эту... Я сказал, веру и воспитывайте насущую нераздельную Троицу. В жертву Иисуса Христа. Ну, все рассказал и называл местописание. Он это все приневлек. А написал, ну, как сказать, жалобой или что-то. Отец Павел Морозов. А он не простой был священник, а духовник. Тогда, что их главы, Старообряческая церковь, архиепископа Иосифа. Главы. Духовник это тот, который исповедует. Ну, там, славян, которые были, это все. А ничего же не было. Я к отцу Трофимову, отец Трофимову, этого не было. Он говорит, не было. Давай писать. Нас вызвали в Москву. Мы с Надеждой Васильевной поехали. Вот я все попутно говорю. Недавно старые апреляции где-то вышли и говорят на меня. С ним, говорит, никто не может сразиться. Вот у нас был Евгений Бобков. Единственный, кто мог бы с ним сразиться на меня. А Евгений Бобков, вы знаете, его дети, сколько у него там? Десять или одиннадцать детей. Да. Он был священником, архитектором. Мы с ним встречались. Я допустил большую ошибку. Поздравляю друзей. Баптистов. Напомню. Это письмо вложил ему. А он увидел, что это баптисты. Там я сейчас такое сказал. И назвал их там братьями или как. Этого просить он не мог. И он там помог, чтобы меня выковырали оттуда. Теперь мы едем туда. Нас принимают. И говорят. От Сахаров был. Священник. Фамилия Иоанн. Его звать было. Отец Иоанн Сахаров и говорит. Вся неправда у вас обнаружилась. От отца Павла. А он восстал теперь на этих пустях КГБ. Человек и то другое. Они его под запрет. А у нас из-под запрета. Он нас обнял. У меня в Боржове такой батюшка. В архиепископии. На Рыборском кладбище. Поцеловал и говорит. Как хорошо, что вы все выдержали. Никуда не ушли. И нам выписывают бумагу. Мы не отлученные. Мы не запрещенные. И едем к отцу Трофиму. Только выходить. А там были. И где-нибудь в Боржове. А вы что здесь? Мы были. От ущелья с нас сняли. Оно незаконное. Отец Павел. А его запретили. Отца Павла. Сняли сам. И когда умер. Запретили отпевать. Такого наказания у народрясов не было за всю историю. Духовник попасть под такую молотилку. Так. Никуда не ходите. Стойте. Он. Мы замерли сидим. Стоим там в коридоре. Вот там. Там были. Он пошел. Долго. Вот счет он говорил. Это я не знаю. Вышел. Ладно. Лежать. То есть он хотел опять разыграть обратно. Что? И Сидор Пелосион говорит. Ведь взятость не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. А у нас были хорошие отношения с ним. Он после этого гулял на червик. Когда приезжал Андрей Федотович Долго. И только одно. Андрей Федотович мне передает. Отойдет Игнатия. Не встречается. Он говорит. Ну сняли же отмечения. Но все равно не надо. Он заражен сектантством. Он заботился. И что с ним было? Ладно. Отец Павел попал. Сняли священство. Но на это не закончилось. Маша не подчинилась. И образовалась своя новая. Альпет сарогрящий спирт. Ну ты знаешь это, нет? Так, Надежда Васильевна, знаешь. Маша Морозова. Во фунте. Она образовала свою ящерку там. И отель. То есть вот еще что дальше пошло. Она никого не стала признать. Экспископия вся лживая. Из-за царь. Вот это родственные связи. Они сильно влияют. Это надо перешагнуть. Но Иоанн Златоусту кто не знает? Они хороших отношений. Но когда Иоанн Златоуст умер в ссылке, когда веревку его тащили за шею, Кирилл Александрийский не признал его. Он не достоин поминаться. А Кирилл Александрийский в списках святых. А почему? А у него дядя, Феофил Александрийский, патриарх, главный гонитель Златоуста. И он за дядю, ради дяди. Это он взятки вез целый корабль? Да, Феофил. Он, царица Едоксия, на свои стороны. И 47 епископов проголосовали за смещение Златоуста. Это мы сегодня, Златоуст, Златоуст. А на него сморкали и плевали, как хотели. Я говорю исторические данные. Нам надо разобраться и увидеть. Теперь, пострадал отец Павел? Ну мы не знаем, зачем. Не знаю. Но однако тут моя фигура на первом месте стояла. Меня поблагодарили за то, что я удержался. Не ушел никуда, будущий отмеченый. А теперь Евгения. Вторая фигура Евгения, главный, который враждовал, едет. Там мне старообрядцы писали, нарисовали картину. Две полосы, ну, движение туда, но их разделяет небольшая, как бы, я не знаю, сколько там, может метров 10. Лесополоса. Маленькие, маленькие там растут, какие-то кустарники. И вдруг он едет. Туда он едет, где он? Получается, шофер, наверное, слева, русская машина, он справа. Татра, длинная, долгуша, кидается через это, а это, то ничего не знает, она из кустов-то вылетает, и он прямо в нее ударился правым боком, видно. Мгновенная смерть Евгения. Мне схему написали. Все это случайно, не случайно? Никого нету, все. Его жалко, мне жалко того и другого. Этист Павел старался. Он проповедовал о девственности. Надежда Васильевна не раз его слушала, была так. Вот как. А теперь вся старая бляща скотерковь, не церковь, он объявляет. А сам же там был одним из главных, быть исповедником, духовником, архиеписка, по главы лекарства предстоятеля, или как они называют первые, где-то, и вдруг поднять все против. Падение ни за чего. Мне говорили гордыня, а сами все попали под гордыню. Так, если там танец, то, конечно, есть, но играть этим не надо. Все, побалотовая быка, тебе здесь сегодня помешала ей? Нет, конечно. Нет. Слово сказать, я говорю, только не в обиду никому, чтобы это не было. вы считаете, когда. Это, конечно, от вас не зависит. Я лучше всего глухой. Слова разбирают на 90-60% Игоря Лужкова. То ли тема такой, более писькилярный, как у меня, то ли что, я образно говорю, но слова я прям до одного почти все понимаю. Другой говорит более глухо. в одном храме стоим. С чем это связано между делом? Может, тоже надо помолиться, чтобы все бабки слышали. И что теперь? Куда нам идти? Никуда не идти, но узнать хотя бы. Узнать и не поносить. Узнать и не грешить. Узнать и быть верным. Разве вы кому-то говорили, старый обрядцам, переходи сюда к нам? Кто слышал? У нас запрещено звать даже церковь себя в Браговоле. С нее еще и беседуем, а всех отправляем в Московскую Патриархию. Запрещено. Мы исчезающие. Так разве вы устоите? Попросится когда? Тогда разрешим. Попросится. Вот и приезжают, крестятся в интернете. Я всю зиму переписываюсь, все узнаю, посылаю их. Они говорят, объехали всю область, там Краснодарский край или Воронежский. Ни одного священника не нашли, который правильно крестит. Тогда разрешают приехать. Уже узнали, переписывались. Ну вот, один из них сидит тут рядышком. Нельзя звать к себе. Спрашивают, а почему? Ну какая причина? Я говорю, чтобы не разочаровались. Потому что увидишь, что карикатурных взял. Это мы, ну, в интернете-то я один, а когда в кресте поживи, я думаю, вот и весь сказ. Я не сприваю это. И когда говорили, говорили о признании акта канонического общения с патриархией, об объединении слова не было. Но мы тогда уже были против, но сказали, что решить все. но когда объединение с патриархией вместе. Мы подчиняемся, чтобы не выразиться в секту. Как ухватили, все вы сами говорите. Вот потому что я открыто говорил, мы не выразились, остались. Приезжает архиерея, полное общение имеемое. Это Бог сделал так. Не надо бояться слов. Не надо бояться обвинений. Оправдавит нас Бог, а не люди. И вот эти вопросы теперь мы поднимаем. Кто может? Кто имеет тут положение? А кто его имеет? Я вам показал, кто имеет. Католики православные, Григорияна Армянская, апостоличная называется. Компти сирийцы. Все. Так они неправильно крещены. Старобрядцы приняли. Так на это уже не смотрим. Это тайна, за которой нам нельзя теорию узнают. В этом митрополе Тавросе. А кто его? Крещен он был, или не знаю, но церковь признала, мне не надо копаться там. А ты его признаешь непосредственно. На сто процентов. А почему тогда старобрядцы вообще никуда мы не ушли. У нас молятся двуперстные. Мы как молились, так и молимся. Но у нас разрешены троеперстные. А почему? Так молился Серафим Саровский, Игнатий Брещенин, Клеопан Заткорник, Иоанн Крыштадский. И притом не тысяч, а сотни тысяч расстрелянных священников и мирян, которые молились троеперстные. Канонизированные. А другие там, которые двуперстные были, значит у Бога все выгодно. И мы считаем Господа истинного говорящего уже символе веры выбросили. Нас ничто не разделяет. И когда мы переписывали с митрополитом Корнилием, ты знаешь, я же написал ему, чтобы разрешили посвящать. Не переходи, не причащайся. Но этого мы не можем. Обвинение такое, что вы допускаете, что это может. Но это обряд, это не догмат никакой. церковь меняла потом неоднократно. Я больше не писал, но считаю, что отношения не были испорчены этим. Я открыто сказал, попросил с вашего разрешения. Теперь, на сегодняшний день, мы вкушаем тело или только подобие тела, только воспоминание тела. Еще один вопрос. Сексиктанты делают все правильно. Рукополагают, а кто рукополагают, он самый рукоположенный. То есть, стопроцентный обман. Они никто, у них не было ни одного епископа. Все стопроцентных сектантов, протестантизм называются они себя там, с ветеранами, все до одного, никто, не церковное. Ни одного священнослужителя не было. Они, интересно, они грехи отпускать не могут. Мусульмане, вагляя, приезжает Равин, юрейский, он говорит, а у нас этого нет. чтобы отпускать Берегите. То есть, власти нет. А священник говорит, властью данная не от Бога. А они не имеют этой власти. И поэтому, беседая с ее отцом, я ему говорю, да, изменено, но у нас таинство осталось. У вас не изменено, но ничего там нет. Да как теперь вместе? Я тебе говорю причину, от меня не зависит. Вместе или в росте осталось то же самое. Но я должен признать, что в данном вопросе, настаивая на апостольском понимании, он прав. было на опресках и было по обрось. Ян Златоус говорит, когда приходили причащаться, то приносили с собой золотые сосуды, куда клали тело Христово. Ян Златоус строго выговорил. Зачем вы это делаете? Вы руку протягиваете, рука достопочтение золота. Это Бог сотворил. Это Бог сотворил. Внуку. И внуку стали брать причащие, приносили домой. Жизнь святой, Идакия говорит об этом. Когда я допрашиваю, мне причащие выпало в таблетку, видимо, раскресли ее. У нас вот так. А что у католиков обладку берет, она белая, ну белая просто, как таблетка. Я никак не соглашусь. Это не хлеб. Хлеб преломить, а там ломать нечего. А у нас не ломают, а там копье, да еще вырезают, да кубиком, да как, да напечатано должно быть. Там столько сделано. Это все подделать можем один день. Я не рассуждаю, чтобы переменить, я просто говорю, что не было так. А что Христос преломил? Лепешка. Лепешка обыкновенная. Искупление фильм видели? Когда он преломляет, смотрит, пережжено. Это раны Христа. Он все разъясняет. Там один иудей уверовавший. Рабим он был. Иуда. И вот на сегодняшний день. Теперь возвращаемся. А как Паши должны поступать? Надо доказать. Жизнь свою. Ты настоящий христианин. И ты приедешь, допустим, ну, я знаю, Дуба, хотя с Никола, хороший батюшка, его никто не обменяет ни в каких там проделках и мошенствах за деньги. Да. Но ему сказать так. Если он будет допрашивать, не власть, я ничего не сделал. Не было. И все на этом конец. Ты должен отстоять свое человеческое и христианское достоинство. Мы на Среди Божьем священством не прикроем. Нет. А как лучше? Прощищаться или нет? Если человек не прощищается, не имеет жизни в себе, а прощищается недостойно, многие по минималу играют. Вот и выбирайте. А как достойно священство? А как счастно? Чем счастливее, тем лучше. Блатауз говорит, не одобряя несчастной, нередко, а готовность. Иные говорят, раз в год, иные оказывают два года. Два года. А иные в 47 лет они раз. А как? Ну, православие в России приняло священство не меньше четырех раз, нежелательно, посты, которые назначила церковь. И мы так это сохраняем. Пост. Благовения. Я об этом пишу. Не только, что это Достоевский пишет, и Богами, о литургии. Я, говорит, Галел. В будущей ссылке это Достоевский, Петр Михайлович. Вот сколько сокрыто в одном этом вопросе. Никогда не скажи там, где есть законное священство, что-то худое. Придется отвечать. И отвечать очень строго. Лучше сказать не знаю. А лучше сказать так, не отрицаю. Вот. Что на это сказать? Я как-то был в Толске. Дуся там была. И мы пришли второй раз в католический костер. и там у них священник Ксенс Андрей. Это Андрей. И мы уезжали. Я вот это подавил. Там где-то он ой-ой-ой. Он изъявлялся. Это такую работу проделали одну книгу только. Симфония на Житие Святых. И в интернет он зашел. Нам и ларьер наш писал. Он поделился. Такая работа проделана. Большая. Да. И я благословился у него. Мы уезжали в дальние дороги. Теперь, когда я вернулся, кажется, Марк был с нами, он застал. Выставлять или не выставлять в интернет? Я не из-за себя, а людей это. Я на собрание вывез. Ну, разное. Я тогда пришел, замок снял и все стало известно. А один такой человек, кажется, сказал. И приду православным. Вот видите, вы к католикам подходите. Я говорю, и что? Ну, с папой Франциском встретился патриарх в Гаване. Что он сделал? А он поцеловал его. И что? Поцелуя. Что умеешь? Это все католичное. Крестик так по-католически. Нет погружения. Почему? Бритое все. Ну, посмотрите, что он о патриархе говорит зелесто. Я не за патриарха, а фактически получается, да. Я сказал свое слово. Давно, давно, не давно поискажено все. А в старой грязности лучше? В чем-то лучше, а в чем-то и нет. Я очень хорошо помню, мы беседовали опять же с Александром Ивановичем. И он говорит, говорят, что переведено неправильно. переведено умышленно, чтобы испортить. Но кто же на это пойдет? Евангелие портит умышленно, тем более верующие. А почему старовляться не переводят? Это очень трудное дело. Значит, не просто трудное, а архитрудное. Нужно знать очень и очень много. Русский перевод считается, не один из лучших теперь признают, а лучший, синодальный. и за 300 лет скоровлящица не перевело. Не перевело ни псалтырь, ничего. Почему? Нет таких знатоков. Ну, нету. Где их взять? Ну, одна буква или две, то и другое неправильно. А сколько? Полторы. Полторы буквы. А как? Иешуа. Иешуа. У тебя отец по паспорту как ты писал был? Как он в паспорте? Рамзит. А его смотрится Роман. Он никакой не Роман. Понимаете что? По оригиналу. А у англичан говорят вместо Иешуа Джизус. Ни одной буквы даже нету. Джизус Прайс. Иисус Христос. Джон Бабтисян Креститель. Вообще нет ничего. А я Вася с полотиком был. Я говорил. Я говорю Вася а напиши святая Шушаника. Он святая по-грешски перевел. Потом постел а как я напишу Шушаника и слово Шеник Бабу и Шеник нету. В Алтаве нету ее. А тут две буквы сразу ну нету. И все. И поэтому по-юблески Ярушала А как Ярушала Герусалим а мы так и приняли. Как Аниешу он сказал кому пришел это Иисус мы приняли это все от грехов и от евреев а если мы от евреев принимали могло такое быть то Иисус мы бы не знали а сейчас бы говорили Иешуа Иешуа Гон А что это такое Иисус Однозавета по-юблески Иисус Однозавета А как мир Шалоп Суббота а нет Суббота Шаббот Шаббот а у нас Суббота допустим от греков приняли И один раз надо сказать и никогда не спорить И кратко И Я это подальгу Ну а как правильно многое у евреев взяли но никто не знает как правильно и гласных нету вот так вот так ребят письмо теперь Наталья Н Т Л для кирна все ну хорошо пробуем где как а одни согласны вообще не писали пропускали и писали с точником текста еще где слово от слова непонятно и поэтому Иегова сегодня уже на десятки тысяч раз перебрали по-еврейски не Иегова а Яхва а другие говорят не Яхва а Ягва даже Гитлер вот у нас пишем Гитлер а зарубежные там где пишут они говорят Хитлер а почему а там не Г а Г как евреи говорят Его у них не Егор а Его буква Г и поэтому царь у нас до Лега у них враты понятно не сойдется значит не Ягва не Ягва у нас а Ягва мы не будем так говорить а причастлив а как приготовиться никак не приготовишься но надо стремиться к этому страхи может а какое самое главное препятствие не подешагнуть в нервность если ты узнаешь на тебя имеет не ты про тебя уже говорите на ты имеешь что ты говорите на ты никакой ты не формальный а если на тебя имеет братство все молитву консервируй положи тут у жертвенника у креста и иди примирить прежде а он не примиряется тогда ты свободен вот здесь у вас есть люди которые нарушают устав у нас написано если в течение года не был на исповеди не на причастии на исповеди ни разу не был он должен ходить с соглашенными я батюшке говорю а почему ты не выводишь ты же знаешь что не был а он совсем ходить не будет так это не твоя забота церкви христовой правила действия за один обор десять лет а она совсем не будет ходить это ее право люди били с церковью а не то чтобы удержать не было бы тяги никогда не поздороваются помрачнее мрачнее тучи и что это его забота я каждый раз говорю здравствуй пожалуйста даже не то есть ожесточение стопроцентное человек этот не молится молитва не принято от него а что сделать она души построили клевету принял ложь принял а дальше одна беда идет примирись перешаги через это ты за собой много же знаешь никого не обманывай и скажи благословен Господь благодарю тебя Господи совершенно не здоров ни под каким видом никак а вот тогда так их молитвы не принимаются не принимаются вообще понимаете вот говорят ненавидящий брат а я щелоку убийца ненавидить я могу подо дьявол чтоб ему повылазило думать о человеку убийства а это завершающий ненавидий в конечном счете что он а еще лучше чтобы он сдох вот почему человеку убийства до предела надо доводить то что говорится ненавидящий смотрящий на женщину с вожделением просто смотрящий прелюбодействовал сердце а почему а в пожелании была конечная точка это та что указана в конце а ранг был да обстановка не позволяет вот и все на этом кончилось господь взял два момента прелюбодеяния и убийства с зачаточной стадии просто ненавижу я не отвечаю ни на приветствие ни на что притом я-то вижу вчера позавчера встречаюсь с человеком здоровая с расстанной с книгой головой а что сядь за стол докажи в чем ты отменяешь он ничего не может сказать на одной лжи а одной сто процентной лжи но она не одна ложь а много лжей и если вы слышите знаете о ком постарайся с человека с бедной скажу угрожь тебе это надо ты знаешь что там спросится с тебя почему ты не молился а для молитвы даже обе свобода отпустить узникам на свободу а ты человека посадил сердце его держишь как в клетке брось тебе это не надо сегодня улыбешь не завтра вчера шли суть любой мог отломиться и троих пришли ты за раз тебе надо было это и ты увидишь как сегодня считали золотого что там донька гнили мараф слышать нечем а если без причастия а ты заметил долго не причащаешься я не знаю как по себе скажу внутреннее ощущение ощущение привычки остается а внутреннего мало вот этой тяги молитвы двума семикратной молитвы как-то ослабевает все и свет гаснет кто-нибудь есть плоть и сына человеческая не будет иметь в себе жизни духовной вот один стих я что-то не уставляю вы слышали кое-что записывали не собрался с чем-то вы должны залезть там можно все найти кощинские про нас все знают что мне сказалось это все знают ну раньше как ты говорил едете в поведе раньше ты как нас учил не говорите имена не называйте вслух а сейчас все все знают они говорят мы приходим вечером мы сразу в интернет знаем сколько карпок а сколько вы засадили что у вас овечки не охраняются вас этот старик там держит все знают так что заходи наливай соляр бензину сколько надо замков нет на домах все они сидят вечерами валят это Литунский написал а потом Москва распространила палочка одна и теперь если мы скажем полицейским они воспротивятся нельзя так нам не разобраться тут сплошное воровство а к нам кидались их переловили их нет сегодня тебе вернее сказал что у нас находка была какая забери разбирались в саду щища навалина и нашли полную флягу солярки то ли калашников осталось то ли кто-то не донес до дому мы показали батя что он говорит это солярка ну как зайдешь сад садок зайди туда за дровами у меня разговор хотелось провести отдельный с отдельным человеком и с ним еще несколько а вы послушали на этом пока занятие закончат потому что разговор может затянуть это оторвать так зависло в саду Продолжение следует...